В нашей прожарке, первой прожарке нового года. Я выбрал для этого, конечно, и для меня это было самое интересное. Что же скажут Лукашенко и Светлана Тихановская в своих новогодних выступлениях? Понятно, что это, наверное, будет одно из самых смотрибельных видео у одного и другого вообще за весь год. То есть это очень важная история, это главный месседж на будущий год. Это то, о чем ты хочешь сказать, то, что ты хочешь донести своему зрителю, слушателю. То, что для тебя самое важное, как ты думаешь, в 2022 году. И вот с этой точки зрения очень любопытный эффект получился. Очень по-разному они подошли. И эстетически по-разному, и смыслово по-разному. И понятно при этом, что битву на Ютубе выиграла с огромным отрывом Светлана Тихановская. Ее посмотрело гораздо больше людей, чем Лукашенко. Но это и понятно, потому что Лукашенко, его зрители, во-первых, он объективно сейчас меньше уже. Во-вторых, он больше смотрит такое традиционное телевидение в этот момент. Но на Ютубе, вот те, кто, я бы назвал зритель 21 века, зритель современный, он, конечно, за Светлану Тихановскую. Я должен сказать, что прошлый год стал для Светланы Тихановской годом действительно такого серьезного развития, как оратора. Я не побоюсь этого слова, как политика публичных выступлений. То есть мы понимаем, что опыт, который она приобрела на всех этих встречах, на всех этих сессиях Европарламента, организациях, он начал уже так прямо быть видим, ощущаем. То есть если раньше, конечно, как оратор, как даже, я бы сказал, демагог, всех клал на лопатки наш генерал-губернатор. Теперь уже первый генерал-губернатор, потому что, видимо, Такаев будет вторым генерал-губернатором на просторах СНГ. Вот, теперь даже не знаю, как их разводить вместе, да. Генерал-губернатор Белорусский и генерал-губернатор Казахский. Вот, но теперь, конечно, и Светлана неплохо формулирует то, что хочет сказать. Ну, как неплохо, отлично формулирует. И говорит, как мне кажется, такие важные вещи. Поэтому давайте посмотрим, я сделал такими блоками эти выступления. Еще раз окунемся в атмосферу Нового года. Значит, у кого есть шампанское, наливайте. И давайте посмотрим. Это интересно. Ну, во-первых, этот влет камеры, да. Я, как кинематографист, скажу, что, знаете, это чтобы показать, какой у него огромный кабинет. Что там надо... Это я ускорил, естественно, да. Я все видео ускоряю чуть-чуть. Ну, что это какой-то гигантский, значит, кабинет, где одиноко за гигантским столом сидит один-единственный, значит, вот этот правитель. И подписывает главную бумагу этого года. Давайте посмотрим, что же это за главная бумага. Золотой ручкой с бриллиантами, наверное, да. Такой, ну, купленной за счет вот этих бедных пенсионеров белорусских. Золотой, надо же подписать, правильно? Ну, как, она вся должна быть. Гигантская золотая ручка должна быть. Чистого червоного золота. Все правильно. Вот, все верно. Код исторической памяти. Год исторической памяти объявляет Александр Лукашенко. Потому что был очень успешный год народного единства, как вы помните. Прямо, ну, образчик. Образчик народного единства. Я думаю, более народное единство только в Казахстане сейчас. Вот, а так мы уверенно держим вторую строчку. Был замечательный год народного единства. Про него он еще, наверное, будет говорить. Теперь будет год исторической памяти, да. И в честь этого приняты, вы знаете, законы, которые запрещают отрицать геноцид белорусского народа во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Ну, конечно, никто не отрицает. Гитлер же, он первым делом так и подумал, что надо сделать именно геноцид белорусского народа. И специально проверяли всех, когда вошли на территорию СССР, что вот против этих геноцид, ну, потому что это белорусский народ, а все остальные так, по боку. Да, конечно, конечно. Золотые часы. Все, ну, вот в этом такой цыганский шик, ну, как мне кажется, да. На большие золотые часы. Золотой герб. Ну, правда, такой берды-мухамедовский стиль. Ну, не знаю, мне кажется, уже скоро пора и золотом, и этот пол инхрустировать как-то, чтобы уже гулять-то гулять. Дорогие мои соотечественники, уважаемые гости Беларуси, через несколько минут 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас. Да, перевернутой страницей в жизни каждого из нас. В истории нашей страны. Эту историю пишем мы, реализуя задуманное, воплощая мечты, рожая детей. Воплощая мечты. Ну, у кого-то мечта воплотилась, все-таки 27 лет у власти. Неплохая мечта. Но это надо родиться. Создавая семьи. И я говорю спасибо всем, кто прожил каждый день уходящего года с любовью к людям и родной земле. Да, всем, кто прожил с любовью к людям. Вот Озаренок он прожил точно весь год с любовью к людям. Он их так любил, так любил, да и прочее там. Ребята, вот. Да и сам Александр Григорьевич, он с любовью к людям прожил год. Мы же на каждом совещании слышали про любовь к людям. Уважением к памяти своего народа и национальным традициям. Да, вот к памяти народа тоже уважение к национальным традициям. Мы помним национальный флаг Беларуси с 91 по 95 год, например. Да, и как к нему проявляют невероятное уважение. Хотя флаг этот традиционный был даже флагом Белорусской народной республики. Ну так, ну как пример. Как уважают у нас погоню, наш национальный символ, герб, ноги городов, старинный герб того же Витебска и огромного количества других. Их прямо уважают просто очень. Вам, крестьянам и рабочим, врачам и учителям, людям в погонах, ученым и деятелям культуры, журналистам и спортсменам, руководителям и трудовым коллективам. Ну, видите, у него жизнь так делится. Есть руководители, а есть трудовые коллективы. Такое, да? Руководитель есть, а есть трудовой коллектив. Это разные касты. Это как шатри и жрецы, да? И трудовые коллективы. Ну вот так и начал свое обращение Александр Григорьевич Лукашенко. Бодренько. Давайте, что там у Светланы? Я тоже злюсь. Мы думали, что не должно быть так долго. Не должно быть так сложно. Не должно быть столько потерь. Ну, Светлана начала драматично. Светлана начала, так немножко, я бы сказал, в таком тоже жанре триллерном. Из тьмы, голос. Я думала, что все будет быстрее, что все будет лучше. Да, а теперь как бы видно, что все быстрее не будет. И поэтому я злюсь. То есть она как бы начала с такой эмоции, да? С конкретной эмоцией, которая действительно, я думаю, что обуревает довольно многих людей. Они злятся. Мы захотели новую страну и новое будущее. И меня тоже злит, что в ответ на это белорусы получили месть, насилие и кризис. Злит, что весь год бюджет страны спускали на долги и машину репрессий. Ценой того, что продукты становились все дороже, а очереди к врачам все длиннее. Да, и посмотрите, набирается так медленно свет, силуэт так появляется. И вот эта эмоция как бы праведной злости, что весь год потерян. А он действительно потерян. Он, к сожалению, был потерян и для страны. Он был потерян для людей. Да, ничего хорошего там не случилось особо. Ну и потерян и для нас, потому что мы просто этот год тоже, ну, фактически, для нас, я имею в виду людей, которые очень хотели, чтобы были изменения позитивные, тоже. Злит, что нас лишили чувства безопасности в своем доме. Злит, когда мне говорят, что все было зря. Мне тоже больно за Витольда Ашурка, Дмитрия Астаховского, Андрея Зельцера, Антона Качанова и всех, кого больше нет с нами. Ну, она начала прямо мощно, потому что она начала с реальных для белорусов символов, потерь, да, то есть не вообще там это руководители и трудовые коллективы, вот это вот чиновничья тарабарщина. Она говорит про людей, которые действительно так получилось, уж не будем разбирать там каждый кейс, но стали просто ранами на наших сердцах. Да, такое прямое обращение. За тысячи без вины заключенных, для кого сейчас главная радость – это прогулка в тюремном дворе или письмо с воли. Больно за сотни тысяч белорусов, которые вынуждены покинули свои дома, спасаясь от собственного государства. И за миллионы белорусов, которые остались и живут в неопределенности. За каждого пенсионера, который брошен в одиночестве с мизерной пенсией. И каждого уволенного, который просто не готов быть лояльным. Больно за вымирающие деревни и приходящие в упадок регионы. За места с огромным потенциалом и возможностями. Именно так. Именно так согласился наш этот. Но что мне понравилось в Светлане, что она не пытается быть чиновницей. Вот он уже все. А она не пытается быть чиновницей. Она показывает, что она... И ее больше всего обвиняют в том, что да, ей уже все равно. Она там типа буржуазилась. Значит, ездит, ходит по приемам, ездит на какие-то рауты и вся история. Нет. Она сделала такую мысль, что на самом деле ее основное состояние это злость и боль за то, что происходит в стране. Что она эмоционально подключена к каждому конкретному случаю. Что она реально, как человек, прежде всего как человек, болеет за ситуацию в стране. Это было неплохо. Это было хорошо. Так, а этот? Кропотливо. День за днем, вот уже 30 лет строится и расцветает наше суверенное государство. Вот 30 лет расцветает. Вот как он пришел, так и все расцветать начало. Зацвело. Знаете, как болото. Вот если солнышко погреет, то цветет. Вот так мы цветем. Цветем 30 лет уже. Так расцвели, что я даже не знаю эти сады наши. Есть ли шанс их как-то подстричь. Вот. Но удивительно. Видите, как он честно говорит. Ровно с момента практически, как он пришел к власти. А до этого не цвело ничего. При Машерове ничего не цвело. При Машерове все гнило. Да, при поляках еще хуже. Речь Посполитая, это как она называется, была оккупантом. А при Всеславе Чарагее еще хуже все было. Короче говоря, только 30 лет цветет. Цветет и цветет. Все никак, это, ягодки не появятся. И согласитесь, оглядывая в начало 90-х, нам есть чем гордиться. Мы по... А чем нам гордиться, оглядывая в начало 90-х? Вот литовцам есть чем гордиться. Они в Евросоюзе. У них полторы тысячи евро там, зарплаты по две тысячи евро. Вот. Они по всему миру ездят без визы. Они в Америку могут ездить без визы. У них нормальная пенсия там у людей. Ну да, эстонцам есть чем гордиться. Они электронное государство создали. Да, там куча стартапов. Ну, я понимаю, когда вот людям есть чем гордиться. Ну, чем тут гордиться? В том, что мы начинали с Польши на одном уровне ВВП в 91-м году, в 92-м, да? А сейчас у нас оно в разы меньше, но я не знаю, на душу населения, если брать. Может, этим можно и гордиться. Давайте гордиться. Построили современную, стабильную и успешную страну. Вопреки вызову... Очень успешную. Прямо успех уровня Бог. Время неуверенность. И стабильность, кстати, тоже. Казахстан тоже очень стабильную страну построил. Два этих... Две стабильные страны. Сейчас еще третья присоединится. Ставим новые цели и идем вперед. Спокойно. Без суеты растим хлеб. Учим детей. Без суеты растим хлеб. Вообще-то хлеб не растят. Хлеб это... Его пекут. Я бы без суеты пек хлеб. Растить хлеб? Ну, давайте будем растить хлеб. Боремся за здоровье нации. О, боремся за здоровье нации. Эпидемия коронавируса показала гениальную борьбу за здоровье нации. Вот только сейчас умерла он. Ведущая СТВ. Бедная. Жалко ее, кстати. Но боремся за здоровье нации. Правильно. Убираем масочный режим. Да. Не пускаем вакцины сертифицированные мировые. Ну, боремся. Как умеем. Зовем уют и комфорт в городах и селах. Да, в городах уют и комфорт. Конечно. На Немиге сейчас особенно уютно, особенно комфортно можете прогуляться под мостом. Передряем в производство современные технологии и проектируем объекты в будущем. Ну, современные технологии, да. Это неплохо. Все знают эти знаменитые процессоры этого интеграла, да. Телевизор и горизонт. Очень много современных технологий у нас. И мы немало за этот год сделали. Построили новые дома, дороги, мосты. Комфортно. Про мосты вот он зря сказал. С мостами, конечно, не так все идеально. Но про дороги и другое я тут не могу комментировать. Вполне возможно. Потому что люди-то налоги платят, да. Это же построили не просто из воздуха построили. Люди заплатили. И, ну, слава богу, что на их деньги хоть что-то еще и строится иногда. Было бы вообще странно, да, при такой налоговой нагрузке, которая есть в Беларуси, еще и не строить ничего. Абельные жилые микрорайоны открыли. Тоже люди покупают эти квартиры. Как-то это же не раздают бесплатно, да. Это люди строят. Школы, детские сады, больницы, поликлиники подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы. Да, вот про творческие проекты яркие подарили стране. И спортивные тоже победы были. Ох, особенно спортивные мероприятия. Особенно на Олимпиаде. На Олимпийских играх у нас были знаменитые, да, спортивные победы. В пиаре, я так понимаю. Чемпионат, как это, Олимпийские игры в пиаре мы там выиграли. Это факт. Это факт. Ну и по творчеству тоже, конечно, вдарили. Вдарили, учитывая, да, что половина театров разгромлено к чертовой матери. Спектакли снимают за живе Фландрея. И фильмы лежат на полке, потому что там не те артисты снимались. Включая Купалу, который заказал, собственно, сам Александр Григорьевич. Поэтому, ну да, творчески, здесь уж я могу, как человек творчески, сказать, что потрясающий был год. Замечательный. Все это результат вашего труда, вашей самоотдачи. И ответь тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство. Кто же не хочет видеть на карте мира молодое независимое государство? Мне интересно. Может, кто-то, кто там в Кремле статьи пишет, что никаких не существует этих молодых независимых государств. Все это осколки России, которые большевики случайно откололи. Может, кто-то вот этот, но я про него не знаю. Самому интересно. Но оно будет. Еще и потому, что на белорусской земле и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться. А если нужно, отдать жизнь за свою страну. Ну, я надеюсь. Кстати, вот здесь с ним можно абсолютно согласиться. Что-то такое, кстати, в своем поздравлении сказал и поздняк. Что да, да, нужны люди, которые готовы бороться и отдать жизнь за свою страну. И за ее независимость. Здесь удивительно так совпали. За свой народ. Ну, тут я должен сказать, что Светлане, она правильные вопросы задает. Но тут от нее очень многое зависит. Да, этот путь, он сам собой не формируется. Этот путь должен задавать национальный лидер, как минимум. Да, или человек, который себя так называет или претендует. Поэтому это правильные вопросы. Но сам путь, он сам по себе не появится. Я тоже все это чувствую. И понимаю, как легко сейчас поддаться безысходности. Всем нам иногда кажется, что в наступившей тьме нет ни единого луча света. Ну, не всем нам так кажется, да. И, конечно, люди стараются думать вполне себе практично, позитивно. Действительно много проблем. Вот. Но надо их решать. Но это не так. Все это время, даже в самые темные дни, я вижу свет. Потому что смотрю на вас. На тех, кто говорит, это наша земля, и мы никуда не уйдем. Ну, к сожалению, Лукашенко так говорит. К сожалению. На инженеров, которые создают новое не благодаря условиям, в которые поставлены, а вопреки. На педагогов, которые учат правде, а не идеологии. Врачей. Ну, таких все меньше. Которые спасают жизни, а не репутации начальства. СМИ и общественные организации, которые поднимаются из руин. Ну, со СМИ и общественными организациями очень тяжело, но да. Потому что я смотрю на тех, кто в ответ на давление и аресты счетов делает бизнес сильнее и устойчивее. На тех, кто пишет мне в инстаграм. Светлана, мы придумали проект помощи белорусам. Поддержите? Ну, вот здесь такой момент, да. Мы придумали проект помощи белорусам. Поддержите, да. Вообще-то, как мне кажется, большинство проектов, они должны, как ни странно, генерироваться. Как я считаю, да. На этом этапе они должны генерироваться вот из этого главного источника. Хотите офис, хотите как угодно назовите. Вот. То есть, эти все там в инстаграм поддержите. Ну, поддержу. Ну, поддерживаю я, конечно. Делайте там все. Ну, поддерживаю. Это, это уже, уже, мне кажется, мало, мало. Надо говорить, не просто поддерживают, а все к нам, срочно, и, значит, в штаб, помогаем и так далее. Наших бабушек и дедушек, которые однажды перестали смотреть госканалы. На тех, кто сейчас остается на темной стороне, чтобы тайно помогать свету. И даже на тех, кто еще не перешел на сторону народа, но начинает осознавать настоящее и задумывается о будущем. На тех. Неожиданно сейчас она перейдет на белорусский язык. И это очень круто было. Это, конечно, был такой всей этой госсистеме, которая про год национальной памяти. Так, извините, национальная память прежде всего в национальной мове, в белорусской мове. Вот и вся национальная память. Есть народ, есть язык. Вот отсюда это все. Вот она это сделала без всякого пафоса. Четенько так, раз, мягко, и перешла. Кто перешел на белорусскую мову? Тых, кто не дозволяя белорусским новинам зникнуть с перших полос головных выданий в свету. Ну, тут моя есть. Это и ко мне относится. Все-таки карьера Долосера и вот крупнейшие эти европейские про наш проект пишут. Спасибо здесь, Светлана. На тех, кто навод тепер, застающийся Украине, открывая новое место и створая новые суполки. Пакуль старая система адмирая. На тех, кто застает... Ну, суполки чего? Чего суполки? Вот пока нет этого ответа и все. Мы всегда будем благодарить наших врачей за спасение маленького белоруса, вынесшего из огня брата. Ну, здесь он сделал большой пиар на этом ребенке, конечно, в свое время там, помните, и по кабинету его водил, и что-то там дарили, и как-то тусовали. Ну, я скажу так, я считаю, что действительно это героический ребенок, ну, что его вот так вот немножко взрослые, да, опубличили, ну, на их совесть, на их совести. Вот, ребенок молодец. Болью и гордостью будут отзываться в наших сердцах имена учащих свой последний полет военных летчиков. Мы будем воспитывать сыновей. Ну, вот смотрите, да, какие герои у Светланы, кто погиб, да, список, и про кого говорит Лукашенко. Вот сразу все понятно. На памяти бойца группы «Альфа», который с честью выполнил свое последнее задание. Вот «Альфа», летчики военные, да, и ребенок, который действительно герой. Вот это то, что у Александра Григорьевича. Да. Все они ровесники нашей независимости, сильные, смелые, любящие свою родину, настоящие герои современной Беларуси. Они стали в один раз поколением победителей Великой Отечественной войны, оставили в историю свой достойный пример истинного патриотизма и величия души. Я также горжусь всеми, кто проявил в этом году столь редкий, а в наш жестокий век человечность, милосердие, истинный гуманизм к людям, потерявшим свою родину, и вынужденным... Ну, кто проявил истинный гуманизм к людям, потерявшим свою родину? Ну, вот Латушка потерял свою родину, Светлана Тихановская потеряла свою родину. Десятки, сотни тысяч белорусов потеряли свою родину не от большого желания. Да, уехали, их вытурили фактически из страны, иначе им бы пришлось сидеть в тюрьме. Что-то не видел я особого гуманизма к ним, милосердие в наш жестокий век. Вот там милосердие в жестокий век неинтересно делать, а вот потерявшие эти курды, которые через границу сейчас в мороз там пытаются перебраться, и которых потом в итоге все равно обратно отправили на ту самую родину, которую они потеряли, посадили в самолеты и вытурили нахрен. Вот к ним гуманизм. А в чем был гуманизм? Обобрали, заставили сидеть в лесах, как в средневековье, потом обратно посадили в самолеты обобранных, нищих, холодных, голодных, никакой компенсации, ничего и вытурили. Ну, это в чем гуманизм? Наш жестокий век. Вот это интересная тема, конечно. ...искать новую обитель. Мы это сделали потому, что хорошо понимаем великую ценность мира, дома и хлеба. Ценность мира, дома и хлеба. Поэтому сейчас, естественно, там войска в Казахстане. Потому что ценность дома и мира. И хлеба. ...того, за что сами боролись свои истории, не единожды. Беларусь помнит уроки прошлого. Поэтому в выходящем году мы вместе возродили традицию отмечать дату воссоединения белорусских земель. День народного единства стал государственным праздником, одним из символов становления белорусского национального государства. Поразительно. Только дата не та, потому что вот эти земли, Гродно, Брест и так далее, они вошли в состав БССР по результатам послевоенных договоренностей на основе договоров между ПНР, Польшей, послевоенной Польшей, послевоенным правительством Польши и СССР на основе обмена территорий. Поляки получили часть немецких земель, белорусы получили после войны там, где преимущественно живут белорусское население, ну и то, вот сколько там, по реке Бук, да. Ах, так там совсем другая дата этих договоренностей. А 17 сентября, естественно, это был акт нарушения международного права, акт нарушения государственной границы, суверенного государства, акт агрессии, причем на основе пакта Молотова-Риббентропа, то есть с гитлеровской Германией. Как это можно праздновать, я не могу понять. Вот кто-то мне может объяснить, как можно праздновать исполнение пакта Молотова-Риббентропа. Я не знаю. Я не знаю. Ну, празднует вот человек, молодец. Это у него народное единство. Праздновать исполнение пакта Молотова-Риббентропа. Бывает. И такое удивительно. Я бачу гэтае святло и думаю. Мы нация творцев, не захопников. И как она отвечает, да? Она говорит, а мы не захватчики, мы творцы. Это совершенно другое, да? То есть это не может быть день, когда мы захватили кусок Польши. Это ну как? Ну, мы не захопники. Молодец, молодец. Она такую эту нотку тоненько подчеркнула. Ну, видите, она уже говорит о том, что белорусы могут себя защищаться, могут. И даже применять силу. Использовать свою силу. Это такие уже слова серьезного, да? То есть начиналось все так немножко плохо, боюсь, жалко, что такое. И вот начинается уже так, ну, как бы сказал воскресенский, может быть, это даже стальные яйца. Шучу. Мы створаем и маем право баранить створанное. Гэтый год показал, навод, коли нас закатывают у асфальт, наша вера прорастая, изнищая его своим коронями. Тоже про корони, да? Ну, ну, дальше. Видите, у них такой заочный диалог получился. Даже интересно. Прям пьеса может быть. Это наша земля. Это наша судьба. Это наша история. И только мы будем ее вершить. Это мы. И он стоит один. Мы будем вершить. Не изменить, пока в каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к родине. Неугасаемое пламя любви к родине. А любимую, как известно, не отдают. Ставя перед собой новые цели, мы знаем, что не в наших силах все предугадать, но в нашей власти в наступающем году определить для себя главное. Это то, что должно быть в памяти поколений и в сердце каждого. Это наши реальные истоки. Та живительная сила, которая столетиями питала, и формировала наш духовный и нравственный мир. Это что он имеет в виду? Наши истоки, которые столетиями формировали наш мир. Это что? Ну, столетиями мы были только в Великом княжестве Литовском и в Речи Посполитой. Там мы были столетиями. Потому что в Российской империи мы там столетия с небольшим. В СССР 70 лет. Столетиями мы были только в рамках союзного государства. Уж так давайте современными терминами. Кстати, абсолютно там не было никаких между Польшей и ВКЛ войн. Ничего. Это был добровольный, абсолютно осознанный союз двух держав. И там мы были столетиями. Больше мы нигде столетиями не были. Поэтому, ну, просто мне интересно даже. В ней сегодня мы черпаем мудрость, опыт и веру в себя. Где мы что черпаем? У кого мы что черпаем? Я гляжу на беларусов и бачу силу святла. От тех, кто настолько поверил в новую Беларусь, что зарабил я ее будавництво с правой своего життя. И чую плечо побачь каждый день. Кто отшиняя самые разные дверы по всем свете. Ну, вот это важно, да. То есть, это вот какой месседж о соратниках, да. Значит, первый соратник для Светланы Тихановской, потому что, ну вот, чтобы мы понимали, да, кто первый вошел в кадр, кто первый стал рядом, тот и является главным союзником, соратником опоры. Значит, главным соратником Светланы сейчас, в этом году, она так видит и ощущает, это Павел Латушка. Вот, мы видим картинку, да, мы понимаем эту историю. То есть, вот если брать так, первая там на этом Олимпе, да, Светлана, второй человек во всей иерархии этой, Латушка. Окей. Кто створает для нашего народа телефонную книжку, у якой цепи... И дальше все остальные. ...пермноство контактов. У телефонной книги человека, який проиграл выборы, застався только один номер. И звонить по им с кожным днем все дорожей, а гудки все довжайшие. Гэта ты, я кто мобилизует сотни тысяч белорусов у плане под назой Перамога. Ну, еще пока с планом Перамога мы еще не знаем, но она тоже дала информацию, уже сотни тысяч там. Это неплохо. ...позволять и реабилитовать людей, як тольки гэта стане махчыма. Кто ведае, як за 60 дн провести новые выборы... Ну, чтобы провести новые выборы за 60 дней, надо сначала... Да. И, кстати, эта идея 60 дней на выборы при нынешней Конституции, ой, вот как по мне, это очень дискуссионный вопрос. Проводить выборы по нынешней Конституции и законодательству, это очень дискуссионный вопрос. Это еще один диктатор, и еще на 5 лет или на 10 лет, это очень все для меня неубедительно. Я бы говорил о другом. Я бы говорил не о проведении выборов за 60 дней, а о смене системы, о демократизации страны. Выборы – это просто механизм. На выборах и Гитлер может победить. Вы же понимаете, да? И побеждал. То есть там сами по себе выборы вообще не панацея. Вот вообще, от слова вообще. Проведи сейчас в Казахстане выборы, может, и не демократический кандидат выиграет, а какой-нибудь головорец. Мало ли, никто не знает. А институтов нету. А вот про институты как-то пока не сильно. Не сильно. Открывать Галины Улады и запеунить, как Беларусь заушды была незалежной. Нас пробуют запужать, быцем любые пирамены, гэта разруха и галеча. Але мы уже домовились про 3 миллиарды евро, как забеспешить экономичную стабильность в переходный период. Ну тоже, это уже еще переходный период. То есть вот все опускают вот этот момент, как дойти до переходного периода, да? Вот здесь на эту тему пока информации немного. Ну, то есть косвенно, говорят, что не надо друг друга не обвинять, слишком много пошло обвинений. То есть они чувствуют, что, к сожалению, начинается, это невозможно остановить, лавинообразная критика, да? И это объективные назревшие вопросы. То есть просто давайте не будем их рассматривать, оно так уже не сработает. Затое, что денеже, а ли не бачим, хут коговынику. Поэтому 2022 год станет годом исторической памяти. Да, надеюсь, это будет год памяти про прошлую диктатуру. Без уважения к прошлому, без традиций нет будущего. Да, мы же помним, как снимали герб с Дома правительства, погони, да? И как резали и топтали флаг. Можно в Ютубе пойти посмотреть. Это вот про уважение к прошлому, к традициям, да? Нет государства и нет народа. Да. Дорогие белорусы, от нового 2022 года нас отделяют считанные секунды. Они несут нас в будущее с огромной скоростью. Каждый сейчас вспоминает самое эмоциональное мгновение уходящего 2021 года. Мы благодарим его за все хорошее, что с нами случилось, за опыт, который приобрели, за любимых, родных и близких, которые были опорой в трудные, радостные и счастливые дни. Это и есть самое бесценное богатство, залог того, что все задуманное нами, наши лучшие ожидания и надежды исполнится. Да, все задуманное исполнится. Беларусь станет еще краше и богаче. Еще богаче? Да просто некуда. Главное, чтобы все были здоровы на нашей земле, был мир, а в ваших семьях царили согласие, счастье и любовь. Прекрасные пожелания, потрясающие. Поздравляю вас с праздником, с новым 2022 годом. Итак, вот одиноко, в огромном кабинете, на камеру. Да, поздравил. Тут, видите, прямо так с образом света во тьме, фонарики, которые светят во тьме, вместе создают какую-то вот эту... Да, красиво, красиво. В 21-м можно для себя сразумел, что значит быть беларусом. Нават, когда нас вырвали из натулку и покинули сам нас с этим выбором, мы от него не отмывались. Миновата тому, режим все еще поводит себе так, быть сам под вокнами Палаца Незалежности, и все не стоять сотни тысяч людей. И теперь наша перемога, это больше не пытание выпадковости и тишинцевания, это пытание нашей расшучасти. Нашей расшучасти. То есть теперь перемога, это пытание нашей расшучасти. Ну, и я так понимаю, что сама Светлана должна продемонстрировать эту расшучасть, да? То есть речь идет о том, что когда ты кому-то говоришь, это вопрос нашей решимости, ты прежде всего имеешь в виду, что ты сам готов быть очень решительным. И вот это хотелось бы увидеть, но вот, допустим, прошло уже сколько дней с Нового года, я пока особой решимости, честно говоря, не заметил. Не знаю, как вы, но можете написать. А как идти над совместно, правильно? И вот, смотрите, вот это вот такое зарождение вот этого движения, абсолютная иллюстрация. Как совсем по-другому выглядит, когда человек один, или даже когда вдвоем, вот они, да? И как, когда начинает формироваться масса. Да, вот в этом же природа, политическая, по-настоящему, формирование движения, да? И вот я прямо ждал, что она скажет, да, и вот мы объявляем о создании движения. Мы сейчас здесь представляем движение «Солидарность». Любой из вас может присоединиться к этому движению, в любом городе сформировать ячейку или отделение, да? стать нашим официально, да, получить корочку, а из Беларуси вы все душой с нами, и вы можете там голосовать за кого-то, кого вы хотите, и так далее. Ну вот я ждал. Нет, этого, конечно, еще нет. Это такой пред, как бы, но мы же видим, это вот оно так, оно и совсем по-другому и видится. Демократичной Беларуси, где, как сказал, национальный герой Беларуси, Костусь Калиновский, не народ для Урада, а Урат для народу. И я веру в тое, что вельми худко, мы оберем новую Уладу, новый Урат для новой, демократичной Беларуси. Ну, то есть, вот еще раз, вторым человеком после Тихановской, хоть и не так много, но выступает Латушка, значит, на сегодняшний день, да, это во всей системе, это человек номер два. Справедливой Беларуси, где судья, прокуроры, следшие, працуют не в узмове, а в узгоде с законом. Яки для их вышей злояльность. О, это там был Лебедька, да, завтра его, может, куля, если проведем, спросим, как ему там это снималось. Я так понимаю, представитель Байпола, представитель НАУ и вот Вадим Прокопьев. Да, ну, что Вадим там? Ну, к силовикам. Молодец, молодец, молодец. Дальше вот Еврорадио, да, там и кто там, Матолько, только Матолько и, видимо, кто-то еще из журналистов. Но впереди Еврорадио. То есть, это тоже такой, получается, рупор, да. Вот мы прям видим, как строится, да, вся эта технологическая система, да. Свободной Беларуси, где неколи державные, а теперь громадские меды, показывают розные мерковани, аутели, эфиры, идут открытые дискуссии помеж простовниками Улады и оппозиции. Адукованы и здоровой Беларуси. Так, вот наш, там слева Андрей Егоров, с которым мы проводили, представитель центра Мацкевича, да, да, и у него Владимир Мацкевич на рубашке. Дальше политический советник, я вижу, Александр Добровольский. Так, и я просто забыл фамилию этой замечательной женщины, если кто, напомните. Ну, просто, чтобы люди знали, кто вот составляет этот ближний круг. Где в школах и лекарнях праца с папирами не перешкоджая праца с людьми. Самобытная Беларусь. Вот, Ковалевский, да, и там Стрижак, я вижу, Мария Мороз, это бывший руководитель компании Светланы Тихановской и фонд Страна для жизни, и кто-то еще, экономист, по-моему. Где чиновники, да и все беларусы памятают своеродные мястины. Бережне. Олацак. Рэджетт. Слоним. И местовые улады обираются людьми, а не признащаются сверху. Равноправный Беларусь одержан шин. Ну, то есть они сейчас рассказывают про проект Беларуси будущего, да, равноправие, избранность. К сожалению, не прозвучало про парламентскую республику. К сожалению. Хотя, ну, там, Павел Павлович, видите, он сказал так, что, да, демократическая Беларусь, где будет правительство для народа, а не народ для правительства. Цитату Калиновского. Но конкретно про то, что мы уйдем из этой автократической системы президентской республики, пока не звучит. Тоже наш должен быть с вами запрос. Тоже. чтобы в следующее они с этого начали даже. Они сами обирают свое место, где им быть. У политики, у семьи, у ютубе, и на сцене. Они смагаются за прознание своих заслуг по вахе до себе те ровности. Ну, тоже, вот мне не очень, честно скажу, мне очень нравится там и со всеми дружу, но что их опять построили по такому немножко принципу, значит, военные с военными, эти люди культуры с людьми культуры, да, экономисты с экономией. Вот, ну, СМИ, со СМИ, вот опять этот для меня лично это немножко такой средневековый подход, потому что какая разница, кто ты, да, если ты, ну, там, за демократию. А так, женщины с женщинами, старики со стариками, ну, вот. Бизнесмены с бизнесменами, да, это там Павел Либер. СМИ, вот это рабочий рух, я так понимаю, новым знакомитым зеячам, про яких будут доведоваться во всем свете, як про Марка Шагала и Светлану Алексеевич. Беларуси, якое одно честание с усветным кроативным центром. Мирная Беларуси, где Мура Крестина рухнул, злодарцы створенный музей и Украина большиняма и не может быть политвязнен. И вот майки с теми, кто не с ними, но должен был быть рядом, да, там, естественно, где я разом с... на Светлане Сергей Тихановский. Свой семьей смогу побачить святочный зворот нового, законно обранного президента эти президентки. Вот опять про президента и президентку. Президент, все мы вокруг этого, президент, нет, чтобы сказать, обранного там парламента, да, яки сформируя, да, там, демократический способ правления. Опять мы будем молиться на президента и смотреть зворот... Вот кто в Германии смотрит там зворот президента? Вот расскажите мне. Может, кто живет в Германии? Кто в Австрии смотрит? Кто в Италии смотрит зворот какого-нибудь президента? Кто в, не знаю, в Венгрии смотрит зворот президента? Кому это на... Ну, я не знаю. Вот этот месседж неправильный. Не надо про президентов этих, надо про народ, про парламент, про представителей народа. Как мне кажется. Опять же, да, я не с критиканских позиций, я с стратегических позиций, с видения будущего имею в виду. Понимаете? Это совсем другое. А я до этого момента я буду разом с вами. Усе мы. И только одна с вами залежить, те будет этот год саправды новый. девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Полетели, полетели. Ладно, я шучу. Извините, во мне ирония все равно никуда не уйдет. Никогда. Но из того, что я хотел сказать. Мне очень понравилось. Хорошее, действительно, по-настоящему яркое выступление. Ну, по сравнению с Александром Григорьевичем, с его канцелярским языком, с его мы будем помнить на века вся память только про 1939 год и Великую Отечественную войну. А из героев вспомнил только несчастных погибших. Ну, я не знаю. Ну, на любителя. Вот. А тут все-таки жизнь. И мы ощутили, что вот разные люди, разные представители разных профессий, организаций и всего остального как-то вместе. Да, это есть. Чего нет? Точнее, ну, как бы, мне кажется, что может это не надо на Новый год, конечно, было говорить. Но это надо все равно сейчас сказать, в начале года. Так, а чем мы этот год будем заниматься? Чем в этом году вот эти люди будут заниматься? То есть, что, ну, как бы, понятно, что когда будут мы победим, они вот прямо рассказывают план, что будет, когда мы победим. Три миллиарда долларов, значит, выборы президента 60 дней, да, там, что-то, какие-то реформы, все понятно. Хорошо, ну, хотелось бы, чтобы прямо в этом году это произошло, да, но чтобы это произошло, что нам надо сделать? Потому что ощущение, что, типа, давайте просто этого ждать. Но это, это не, это не так интересно. Значит, еще что я заметил. Действительно, мы видим, что целый ряд людей туда не попали, да, в этот круг. Насколько я понимаю, отказался приезжать Цепкало и Вероника Цепкало. Отказался, ну, естественно, там нету движения супротив, потому что они, типа, как радикальные какие-то, да, и там нету никого из их представителей. Нет представителей этого Шосса. Никого из Шосса тоже нет. Карач нету, да? Вот. Теперь уже нет Дылевского после этой его забастовки. Нету представителей Европейской Беларуси. Санникова, я имею в виду, там, не знаю, Харти, кого еще. Нету тоже из активных таких политологов. Нет Булкунца, нету Усова, нету Шрайбмана, нету Ичалова, что ты этом не заметил, да? И так далее. Вот. Пишет, поцаран, Андрей, почему ты не там? Я с удовольствием стану делегатом, мы сделаем, я думаю, абсолютно демократические процедуру, стану делегатом, движение, и буду там, когда там будет некая политическая, цивилизованная структура. Вот и все. Поэтому я туда еду, мне не принципиально новогодние сообщения записывать, да? И меня не приглашали, честно говоря. Вот, видимо, там все-таки какое-то было ограничение, свой список. Ну, ради бога, я к этому очень спокойно отношусь. Я же понимаю, что эти там 30 человек, это не миллионы, которые представляют вот это движение за изменения. Но очень хочется, чтобы в итоге вот эти 30 человек и сказали, что, ребята, все, мы объединяемся в единое национальное движение. И вот мы занимаемся первые там три месяца формированием, потом следующие три месяца мы все вместе, да, формируем вот это давление какое-то или повестку, или что-то, да, что мы формируем структуру в каждом городе, на каждом предприятии, в каждой стране мира и так далее, что убираем все эти странные там неработающие структуры, вроде там, не знаю, какие-то народные посольства или что-то, вместо этого делаем единую, нормальную, большую структуру. Ну, вот мне этого хочется. Пока этого, конечно, нет, но уже, но уже мы видим зачатки. давайте. Продолжение следует...